Братья и сестры, в заключение нашего собрания я прочту место Священного Писания, которое записано в книге Псалтырь, 33-й Псалом, 8-й и 9-й. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Аминь. Братья и сестры, я сегодня буду говорить не для всех, а только для тех, которые подпадают вот под эту категорию людей, боящиеся Бога. Вообще, Господь делится всех людей на две категории. Вот помните, пять мудрых и пять неразумных, праведные и нечестивые. Когда будет праведный суд Божий, сказано, отделят овец и козло. Нет серединки, теплой серединки. Вот у нас иногда мы, люди, ищем такую серединку, ни нашим, ни вашим, где-то так, чтобы тепленькое было, иметь деньги, но не работать, ну и так далее. У Бога такого нет. И вот здесь есть люди, боящиеся Бога, и те, которые противятся Богу. Ну, для тех, кто противится Богу, Богу не имея страха Божьего, это другая тема. Мы когда-то будем на эту тему говорить. Хотя сегодня будет возможность примириться с Богом. Но я хотел бы поговорить именно о той благодати, которую Бог дал людям, которые боятся Бога. Вот псалмопевец Давид, он, о нем сказано, он друг по сердцу Божьему. Нашел я человека такого. И он очень был в тесных отношениях с Господом. Понятно, что он боялся Бога. Но в его жизни было очень много трудностей, скорбей, бедствий различных. Между прочим, когда он вот эти слова сказал, это была трудная ситуация. Он находился в общесоюзном розыске. Царь Саул поставил цель уничтожить его. И он однажды посылал войска, потом второй раз, третий раз. И всякий раз как-то Господь останавливал Саула. А Саул опять, дух злой в нем закипел. И опять, и он говорит, не успокоюсь, пока не уничтожу его. И Давид говорит, ну в самом деле, когда-то же он и поймает меня. И он отправляется к врагам в стан. Филистимлянам. И вот тогда, когда ему пришлось сделать такой вид, как ненормальный, вот, и его выгнали оттуда, и вот находясь в таком униженном состоянии, тем более в трудных ситуациях, он говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Он это хорошо знал. И вот после этого он мог сказать, я спокойно ложусь и сплю, потому что единый Господь, да и жить в безопасности. Он доверялся Господу. И вот для того, чтобы вот так иметь такое внутреннее спокойствие, Давид говорит тем, кто боится Бога, «Вкусите и познайте, как благ Господь». Благ – это добро. Помните, когда подошел богатый юноша ко Христу и говорит, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только Отец Небесный. Вот самый добрый – это Господь. Он есть любовь, и Он – доброта, истинная доброта. И вот для того, чтобы познать, как добр Господь, надо вкусить Его. Ну, чтобы понять не было, что это такое, приведу пример. Друзья, дети, умеете так фантазировать? Вот представьте себе, Бог создал рай, создал человека, Адама, Еву, да, зверей всех, деревья насадил. И вот Адам с Евой ходят по этому раю и смотрят на деревья. Они видят дерево познания добра и зла. Они видят дерево жизни, и все другие деревья видят. Ну, и довольны, ходят, все нормально. А потом у них появляется такое искушение – попробовать. То они смотрели, и вроде бы ничего. А вы вкусите. И сказано, как только Ева вкусила и дала Адаму, и он вкусил, у них глаза открылись. Вот как только вкусил, глаза открылись. А пока не вкушал, они не видели всего этого, они не чувствовали это. И я понимаю так, сколько людям не объясняй о благодати Божьей, о милости Божьей, о заботе Божьей, пока они это на себе не прочувствуют, когда они не соприкоснутся, они этого не поймут. Друзья, я думаю, что кому-то из нас надо еще посоветовать, чтобы мы вкушали Господа. Вот, и видели эту благодать Божью. Я здесь проводил беседу с курсантами и вспомнил такой случай, тоже как-то меня он к этому подвел. Когда я находился в Горьковской тюрьме, и вот подходит один из таких людей, которые, ну, нехорошие люди, вот, и с такой подковыркой говорит, вот, святой, что ты будешь делать, если я у тебя сейчас пайку хлеба заберу? А в тюрьме пайка хлеба – это 650 грамм, это святое. Ее даже в карту нельзя проигрывать. Вот что угодно можешь проиграть, себя можешь проиграть, но пайку хлеба – это святое, не имеешь права. За это сразу в зубы бьют. Ну, а тебе же драться нельзя, что ты будешь делать? Ну, я так помолился, говорю, слушай, а ты за свои слова отвечаешь? Вот, какие слова? Я поступок буду сейчас совершать. Меня эти поступки не интересуют, меня за слова интересуют. За слова отвечаешь? Ты назвал меня святым. В самом деле святой или нет? Он говорит, ну, все говорят, что ты святой, значит, святой. Но я тебе сейчас расскажу о святых. А ты подумай. Я-то драться не буду, потому что Бог нам запрещает драться. Но я Богу расскажу всю ситуацию. А Бог вот так поступает. Идет человек святой мимо города, а там дети вышли гулять, толпа детей. Ну, и увидели сзади, а у него лысина, да, или как там. И кричат, пляшивый, пляшивый. Ну, смеются над пророком. А он святой человек. И Бог тогда повелел двум медведицам выйти. И сорок два человека были растерзаны. Это на святого руку подняли. То есть только слово сказали на святого. Я говорю, еще могу рассказать. Елисей сидит на горе. Ну, там военное положение. Вот. И этот царь там посылает, чтобы его арестовали. Сотника посылает сотней. Подходят. И сотник кричит. Человек Божий, спускайся сюда. А он говорит, если я человек Божий, то пусть огонь сойдет с неба, и попалит тебя и сотню твою. И огонь с неба сошел, и сгорели все. Царь не дождался второго, посылает. Человек Божий, сойди сюда. Ну, арестовать хотят его. А у Бога другие планы. Вот если я человек Божий, и эта сотня сгорела. Я говорю, тебе дальше рассказать, или хватит? Он мне не только не молись Богу своему. Ну, пропал всякий интерес, друзья, к этой пайке хлеба. Но я к чему говорю, друзья. Мы иногда недооцениваем, какое мы положение имеем с вами. Ангел Господень охраняет, заботится. Бог решает все проблемы наши, только надо доверяться Ему. Первое, на что хочу обратить внимание, Господь, Он в трудностях всегда рядом с нами. Вот вспомните, когда Иисус Христос накормил несколько тысяч народа. А потом ученикам говорят, а вы переправьтесь на другую сторону. Ученики не хотели. Они опытные были, рыбаки. Они знали, что ночью поднимется буря. А кому идти в бурю хочется? Да, тем более на лодочке. Вот брат вспоминал, да? Там корабль был большой, и то там бедствие было. Это на лодочке и переправляться через море. Но Он их понудил, и они поплыли. И вот настал момент, когда они смотрят, и им кажется, что это призрак по воде уже идет. Они уже обессиленные в борьбе с этой стихией. И вскричали. И как только вскричали, тот час, Он обращается к ним и решает их проблему. Когда Петр узнал, что это Господь, и говорит, Господи, позволь мне идти по воде. И Господь позволил, и он идет по воде. А потом увидел волны, и испугался, и начал тонуть. И обращается к Господу за помощью. И сказано, тот час, как только человек обращается к Богу, Бог тот час протягивает руку. Друзья, я думаю, мы все с вами пережили тот момент, когда мы вот вышли сюда и сказали, Господи, прости меня, грешника, я больше так жить не могу. И Бог простил. Мы стали совсем другими людьми. А кто-то годами ходит и мучится, мучится, мучится. Он и неверующий, и не неверующий. Не поймешь как? Да потому что благодать этой не испытал. И Господь говорит, а ты вкуси, как благ Господь. Соприкоснись к Нему, обратись к Нему. Господь говорит, испытайте меня. Не благословлю ли я вас? То есть Он каждому предлагает, чтобы мы соприкоснулись с Ним, почувствовали этот вкус. Вот есть люди, которые без вкуса. Я недавно был с братом вместе, служитель. И он говорит, не знаю, хорошо это или плохо. Я переболел сильно, переболел ковидом. И после этого я ничего не слышу. Вкус. Не знаю, ни запаха, ни вкуса, ничего нет. Ему всего подряд, а ничего не чувствую. Ну что тебе приготовить? Я что приготовил, что и поеду. Я все равно не слышу. Ни вкус, ни обоняния, ни осязания, ничего не работает. Друзья, ну это плохо. Понимаете? Мы не наслажаемся той благодатью, которую Бог дал человеку. Вот вкуси и почувствуй, как это приятно. Я думаю, когда дети были в лагере, и справа дети, ну как вам понравилось? Понравилось. Там готовили очень вкусно. Все покушали, да? И Господь предлагает, говорит, вы меня вкусите, Господа, и почувствуйте. Я хотел бы, друзья, еще обратить внимание на одну деталь, хотя я это уже коснулся. Многие из нас испытали эту благодать. Господь говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. Друзья, помните, как у нас дрожали колени, когда мы шли с исповеданием? Помните, как мы мучились, когда боялись пойти и исповедать грех свой? Давид говорит, не буду сейчас цитировать до конца, но он очень мучился, когда скрывал грех свой и преступление, до тех пор, пока не открыл его. А когда исповедался, как ком свалился, как на свет народился. Друзья, а кто-то мучится в грехах. Мне приятно, друзья, знаете, вот когда приезжаем в маленькую церковь, у них служителей нету, и они всегда говорят, вы пораньше приезжайте, нам хочется побеседовать, хочется груз с души снять, чтобы потом на собрании сердце было открытое, чтобы дальше служить Слово Господнее. Потому что, когда вот какое-то есть время на сердце, тогда и не понимаешь того, что говорят, потому что у тебя свои переживания, неисповеданный грех, а возмездие за грех смерть, значит, меня ожидает озеро огненное, там радуются, там поют, там проповедуют, а у меня вот это. Но когда я исповедуюсь, когда я открою грех свой, помолюсь, и как ком свалился, слава Богу! И чего я раньше не мог, вот, тянул с этим, примирился с Богом, и все хорошо. Братья и сестры, если кого-то томит грех, я хотел бы, чтобы сегодня поставили себе это, ну, обязательство расстаться с Ним. Господь предлагает, вкусите, как благ Господь, как Он добр, Он снимет этот груз, снимет это бремя, и благодать пошлет. Друзья, как-то у меня было такое переживание, ну, у нас сейчас по чередам проповедуют братья, раз в месяц, да? И то многие отказываются, потому что череда подошла, Он не готов, не готов. А раньше у нас и братьев было поменьше, ну, и каждую неделю надо было проповедовать, ну, может быть, через неделю, ну, кто как, кому-то и чаще было. Вот однажды, ну, я переживал, готовился к этому, ну, и всегда как-то, у меня был конспект, я готовился, а потом как-то я сижу, ну, не могу, вот, ничего в голову не идет, и все, я всю неделю промучился, я не могу подготовиться к проповеди. Он мне предлагает, братья, ну, я не готов, ну, хорошо, ну, бывает же такое, что не готов. Проходит следующая неделя, я мир живая, я читаю, я молюсь, ну, ни одной мысли такой живой, чтобы с чем-то поделиться с народом Божьим, чтобы можно было помолиться. И как-то к нам приезжает Аль Михайлович Волошин, он был ответственный за объединение наше, Аль Михайлович, у меня такая проблема, ну, не могу готовиться к проповеди, вот как заслон какой-то. А он улыбнулся, говорит, сынок, а когда ты исповедался последний раз? Пойдем побеседуем. А он такой очень щепетильный, такие у него наводящие вопросы, говорят, из-за ничего он так раз, ну, как следователь, его даже и называли некоторым следователем. И он, а может быть там, а может там, может кому-то сказал что-то нехорошее, а может быть, вот, кого-то обманул, а может быть еще, и, знаете, так, и, знаете, выкопал, и одно, и другое, и третье, в самом деле. Ну, теперь давай помолимся, помолились. И я, значит, решил читать Библию сначала. Я начинаю Библию читать сначала, первая глава у меня, ой, какая хорошая мысль, раз пометочку сделал, это тема проповеди, вторая, третья, четвертая, слушай, я две или три главы прочитал, у меня уже целый там, это, перечень тем проповедей для проповедей, это, для проповеди. Так просто, друзья. Ну, убери грех, вкусни как благ Господь, и он тогда открывается тебе. Дьявол не обманул Еву, он как кусите, и тогда откроются глаза ваши. Но он их в грех ввел, и он с Богом разделил. А Бог сегодня благо предлагает. Вкусите как благ Господь, но это надо соприкоснуться, надо вот почувствовать на себе эту благодать Божью. Кто это говорит, друзья, все равно не поймем. А вот когда сами соприкоснемся, покушаем, тогда будет понятно. Еще, друзья, хочу обратить внимание на одну мысль. Иисус Христос говорит, если заповеди мои соблюдаете, то вы истинно мои ученики. Вот нам Он предлагает Слово Свое. И в Слове Господнем очень много заповедей, которые мы должны исполнять. Я прочту местописание, которое Господь оставил на горной проповеди. Это 5 глава 43 стиха. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Братья и сестры, вот Господь предлагает заповеди свои и говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Вот мы живем в этой греховной плоти, да? И она всегда диктует нам, прежде чем даже разум наш сообразит, она уже диктует, что надо делать. Ну, когда меня обидели, ребята, что надо делать, а? Когда мне подножку подставили, что надо сделать? Сразу у меня кулак почему-то чешется, у меня левая рука всегда лево поднимается. Вот. А Господь говорит, молитесь за обижающих вас. Обижают вас, а вы им доброе дело сделаете. Вам зло делают, а вы добро сделаете. Друзья, мы, наверное, все переживали такое, когда нам сделали зло, и мы отплатили злом. Было такое? Не отвечайте сами для себя. И скажите, какой результат? Благо или врага нажили? А вот тогда, когда мы добро сделаем, человек мне зло делает, а я ему добро сделаю. Так учит Господь. Вот вкусите, да? Вот попробуйте по этому правилу жить. И тогда проблем не будет. И вот есть очень много заповедей, которые Господь оставил нам. И если бы мы вот по этому правилу жили, то ли попробовали жить. Заповеди Господни не тяжкие. Мужья, любите жен своих. Ну, трудно или нет? Когда мы здесь вот стояли, да? И мы обещали, будем любить. А что значит любить? Прочитайте 13 главу Коринфянам, да? Любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, всему верит, всему надеется. Вот так вот проверишь себя, я люблю жену свою или нет? И вот с такой позиции подойди к ней. И ты поймешь, как жизнь изменится, как хорошо будет и в семье, и в отношениях будет все хорошо. Жены, повинуйтесь мужьям своим. Тогда на голову сядет, да? Да нет, друзья. Вот так вот Бог учит. Тогда все станет на свои места, будет все хорошо. Тогда просто, ну, жизнь по-другому будет. Дети, повинуйтесь родителям своим Господи, и будет вам благо. Благо будет. То есть и успех и в школе будет, и с друзьями будет, и кругом. Вы только будете удивляться, почему у всех плохо, а у меня хорошо. Да родители послушался. Родители никогда плохого не пожелают. И вот Бог говорит, а вы попробуйте. Нам кажется, от нас требуют того, что нам не нравится, да? Мама говорит, ну, хватит, сколько можно в этом телефоне, займись тоже делами. А мне так хочется в этом телефоне. Ну, послушайся, маму. Потом поймешь, от чего тебя избавили. Потом поймешь, как это лучше. Ну, ты сегодня, вот вкуси, вот заповедь Господню, построи жизнь свою, поэтому... И тогда устроено все будет. Братья и сестры, у нас уже время помолиться нашему Господу. Ну, вчера мне звонок поступил. Я даже... Ну, мне брат говорит, ты завтра проповедуешь? Я говорю, да. А тебе тему для проповеди дать? Ну, я говорю, пожалуйста. Я так долго думал, готовился к этой проповеди, ну, не получается. Он говорит, блаженны, милостивы. Я говорю, а к чему эту проповедь сказать? А он говорит, мы спланировали поехать в Мариуполь помочь людям страдающим. Там военные действия, там сильное разрушение, дома разрушены. И мы хотели поехать. Я говорю, брат Миш, да уже поздно. Уже дома восстановили, всем верующим дома восстановили. Ну, мы так общаемся с братьями. Но сейчас есть другая проблема. Сейчас люди к Богу потянулись в Мариуполе. И не только в Мариуполе, а там, где военные действия. Вот братья рассказывают, приходят 200 человек неверующих на собрание. Вот нас здесь человек 150, с детьми, наверное, человек 200. Да и 200 не будет, наверное. А там только неверующих столько приходит. И мы сейчас планируем туда, чтобы чуть ли не каждого воскресенья группы благовестия заезжали, потому что на местах там осталось несколько, немного людей. И едут с разных мест, едут люди. И благовествуют. И люди, многие обращаются к Господу. Люди голодные. И туда хлеб везут. И наша область подвезается. И продукты везут. И вещи везут. Ну, надо благовестие расширять. И мы планируем, чтобы группа благовестия от нас поехала. Но братья говорят, там три дома молитвы функционируют, а четвертый разрушен. И есть такое желание, чтобы восстановить дом молитвы. То есть стены стоят, крыши нет. Это как раз шахтинцам подходит. Брат говорит, а мы не можем сейчас братья. Братья и сестры, это нам поручение такое. И от Бога, и от братства. Чтобы помочь дом молитвы восстановить, срочно восстановить. Для того, чтобы и там благовестие расширялось. Сейчас люди идут. Мы сейчас уговариваем людей, а никто не идет. Тарелка добра работает. Уже сколько, наверное, год работает. Два-три человека придут, и все. А там сотни людей идут. Ну, и некуда идти. Я думаю, нам надо помолиться о том, чтобы Господь и расположил братьев поехать, и сохранил их в тех трудностях, и чтобы устроил все, чтобы действительно это было наше участие в благовестии. Может быть, кто-то и финансово поучаствует. Может, кто-то отпустит мужей своих, или посодействует братьям своим. Но это необходимость, это нужно. Блаженные, милостивые, у нас хорошо, а мы должны полететь тем, кому плохо, и сегодня руку протянуть. Знаете, братья и сестры, вот Бог еще Моисею говорил, что, хотя Он всемогущий Бог, Ему нетрудно, и, как мы поем, и бедных богатыми сделать, но Он говорит, у вас будут постоянно бедные, постоянно, для того, чтобы ваше сердце не ожесточилось. Поэтому, когда видите бедного, понимите, что это Бог нас проверяет, как мы будем реагировать. У кого-то беда, у нас сегодня хорошо, уютный дом, кондиционер работает, приятно, все хорошо, но у кого-то этого нету. Но сегодня Бог в этом нуждается. И он говорит, ну вкусите, попробуйте, испытайте меня, говорит Бог, не благострою ли я вас? Мы уже не раз испытывали это, братья и сестры. Я думаю, что уже и реклама не нужна, и этажа не нужна, а надо только, ну, предложение. И как бы хотелось, когда это будет предложение, чтобы из нас никто не остался в стороне. Бог повелевает нам делать дело Господнее. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились нашему Господу, поблагодарили Его, что Он нас сделал детьми своими. И детям своим Он говорит, а вы вкусите, чтобы Он помог нам почаще питаться этим словом, этими заповедями Господними, и чтобы мы почувствовали аромат исполнения благословения Божьего в нашей жизни, чтобы отдача от нас была, чтобы мы могли трудиться для Господа и исполнять волю Господнюю. Предлагаю преклониться пред Господом и помолиться нашему Господу. А если кто-то хочет попросить в Бога прощения, кто-то хочет примириться с Богом, и стать человеком, детем Божьим, над которым бы ангел Господень ополчался, то сегодня время благоприятное, можно пройти и сказать, Господи, сделай меня детем своим, прости меня грешника, и я твердо верю, что Бог исполнит и это желание. Аминь. Будем молиться. Аминь.